Больше 300 тысяч туристов посетят Барнаул к концу 2023-го. Рост путешествий на Алтай ощутили с начала пандемии. Поначалу краевую столицу рассматривали как пересадочный пункт, теперь туристы стали задерживаться и даже прилетать целенаправленно за нашей историей и культурой. С сотовыми операторами мы общались, и вот если брать ту информацию, которую они нам предоставили за один только месяц, то разница говорит как раз в пользу того, что у нас поток на самом деле выше. И выше, ну не скажу, что в два раза, но на 20-30, иногда и на 40% он выше на самом деле, чем у нас официальная статистика дает. Для развития туризма власти создали в конце 2022-го туристический портал Барнаула. В нем топ популярных мест, события, инструкция карте гостя, дающие скидки. В разработке раздел посвящен исторической линии. В пик портал посещает по 3-4 тысячи человек. Волна туристов спровоцировала еще одну волну уличных экскурсий, куда приходят семьями, друзьями и коллегами. В социальном плане это, конечно, в основном люди так или иначе связаны с интеллектуальным трудом. Но есть, например, такая любопытная тенденция, когда бизнесмены организуют экскурсии для себя, для своих сотрудников. Данил Дегтярев уже несколько лет рассказывает желающим про Барнаул. С развитием туризма интерес к городу растет и у самих барнаульцев. Изучать любят исторический центр Ползунова, Анатолия, Горького, Нагорный парк, парк Изумрудный. Людей, да и самого Данила удивляет история о персоналии архитектура. Я бы все, наверное, отдал на то, чтобы встретиться с Суховым или там с кем-нибудь еще и спросить у него, у очевидца. Популярные интерьеры спрашивают, что бы ты спросил у Путина, а у нас новая рубрика, что бы ты спросил у Сухова. Ага, точно. Откуда ты взял львов, которые у нас на старом базаре стоят? У нас есть экскурсии, например, по застройке сталинского вампира, когда разбираются архитектурные какие-то элементы, и люди гуляют по Ленинскому проспекту. У нас есть экскурсии по району Поток, у нас есть экскурсии по Нагорному парку, у нас есть экскурсии, которые включают в себя такие характеры иммерсивные. У нас не просто гид, например, эту экскурсию проводит, а человек в образе. У нас есть экскурсия, что экскурсию проводит утопленница. Полутора вековая история сереброплавильного завода. Купцы-предприниматели. Начало народного образования, а много позже – эвакуация завода в Барнаул современный. В теплые выходные в центре могут пересечься несколько турпотоков. Барнаул уже присутствует на международных порталах бронирования экскурсий типа Трипстер и Спутник. Интерес растет, дело за инфраструктурой, считают эксперты. Хорошо бы привести в порядок некоторые здания достопримечательности. Я думаю, что некоторые улицы нуждаются в дополнительном освещении. Нуждаются в архитектурной подсветке сами эти здания. Кроме того, в Барнауле выросло количество уличных концертов, музыкальных и гастрофестивалей, культурных мероприятий. Становится больше места для прогулок. Продлевают набережную, реставрируют центральный парк и юбилейный. Турсфера тянет за собой развитие сферы обслуживания, транспортной, пищевой. Бизнес это понимает. Город вкладывает в развитие туризма около двух миллионов в год. Остальное – вне бюджетные средства. Арифметика проста, с привлекательностью столицы края растет и ее доходность. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.